Как вы знаете, это видео переведено с английского. Однако некоторые языки длиннее других. Например, то, что нужно сказать по-английски, может занять две минуты на другом языке. Я делаю все возможное, чтобы соответствовать тому, что человек говорит в видео. Прежде чем мы перейдем к видео, я должен предоставить некоторую справочную информацию о себе, чтобы вы поняли, откуда я. Также я немного расскажу о короле паспорта о братах или паспортных братьях. Да, именно так. У нас есть король. Я не думаю, что многие люди знают, что у нас есть король. Что ж, я называю его королем. Для тех, кто не знает, паспорт Бройас или паспорт Братерс, это движение в Соединенных Штатах, которое относится к чернокожим американцам, отправляющимся за границу в поисках женщины. С 1960-х белые американцы занимались этим, и это называлось невестами по почте. Белые американские мужчины находили женщину за границей, женились на ней и возвращали ее в Америку, чтобы она жила. Паспорт братья или паспорт братьев. Многие, но не все чернокожие американские мужчины находят женщин за границей и остаются в этой стране. Таким образом, они не везут свою новую жену обратно в Америку. У этого движения нет ни клуба, ни миссии, ни организации. Под аналогичную категорию подпадают мужчины. Многие мужчины в этом движении нежелательны для женщин в своей стране или больше не могут терпеть головную боль, которую причиняют женщины в их стране. Мужчины входят в это движение со многих направлений. Кроме того, многие мужчины встречались с женщинами в других странах и позже понимали, что попадают в категорию паспортных братьев. Из-за всего этого движения паспортный брат вырос и теперь включает мужчин от мала до велика. Черный, белый, азиат, всех рас и многих национальностей, мужчин из США, мужчин из Западной и Восточной Европы, включая Польшу и Россию, а также мужчин из Южной Америки, Мексики и Японии. Мужчины испытывают одни и те же проблемы с женщинами во всем мире. В некоторых странах больше, чем в других странах. Многие из этих мужчин находят счастье за границей. Это движение разозлило многих женщин. Это потому, что многие женщины интерпретируют это движение как означающее, что мужчины находят женщин в своей стране непривлекательными. Настолько непривлекательный, что этот человек может быть бедным, но он все же готов рискнуть небольшими деньгами, которые у него есть, и провести более 30 часов в самолете, чтобы сбежать от них. Однако на самом деле это движение означает, что мужчины идут туда, где к ним относятся лучше всего. Итак, теперь немного обо мне. Я стар, беден и инвалид. Таким образом, я больше не могу работать. Поскольку я беден и инвалид, если я останусь здесь, в Соединенных Штатах, здесь, в городе Чикаго, я мало что смогу сделать, когда дело доходит до развлечений. Я слишком стар, чтобы ходить в бары и ночные клубы, и я слишком стар, чтобы знакомиться с красивыми женщинами. К тому же в Чикаго холодно. Поэтому я решил переехать в более теплое место с хорошей погодой, где я могу отдыхать на пляже, когда мне нечего делать. Где отдых на пляже бесплатный. Тем не менее, у меня есть три плюса. У меня нет долгов. Я на 100% свободен от долгов. У меня нет детей, и я холост. Так что мне остается беспокоиться только о себе. Таким образом, я похож на многих мужчин в этом движении. Собака, которую я показывала в нескольких своих видео, это собака моей тети. Моя собака умерла много лет назад. Мой канал назван в честь моей собаки. Изображение, которое вы просматриваете, относится к Восточной Европе, Южной Америке, Таиланду, Филиппинам и Вьетнаму. У всех есть свои плюсы и свои минусы. Кроме того, ссылки на каналы YouTube, которые я упомянул в этом видео, находятся в описании. Это видео в основном об этом мужчине и его филиппинской девушке, с которой он живет. Ему больше 70 лет, а ей 25 лет. Позже в видео я позволю ему рассказать свою историю. Его доход составляет всего 800 долларов США в месяц, а это значит, что если бы он жил в Соединенных Штатах, он был бы настолько беден, что мог бы жить на улице. У нее нет дохода, поэтому он платит за все. Он платит за квартиру, еду, транспорт, медицину за обоих, за все. Женщины в других странах не ценят в мужчинах того же, что женщины в США и других странах. Этот человек из Австралии, и последние 20 лет он жил в Китае, Таиланде, Корее, Вьетнаме и на Филиппинах. Он сказал, что в этих странах женщинам нравятся мужчины постарше. Пожилые мужчины считаются более эмоционально стабильными, то есть они не сбрасывают штаны. Судя по просмотру многих видеороликов на YouTube и рассказам других мужчин, это кажется правдой. Канал этой пары на YouTube называется Марина Кайантьфамилы. Однако у западноевропейских мужчин плохая репутация, особенно у британских мужчин. Британские мужчины известны тем, что приезжают в город, дают много обещаний женщинам, а затем уходят из города. И вот почему в некоторых из этих стран, если вы белый человек, это плата за игру. Чернокожие американцы имеют хорошую репутацию. Это потому, что не так много чернокожих американцев посещают эти страны, и те, кто посещает, хорошие. Наша репутация, или репутация чернокожих американских мужчин, исходит из того, что многие считают, что мы происходим из семей, состоящих из одной семьи. Таким образом, многие женщины в этих странах считают, что чернокожие американцы с большим уважением и вниманием относятся к женщинам в целом. Чернокожие американцы, как известно, помогают с готовкой, уборкой и заботятся о детях. Белый мужчина этим не славится. Во время моего исследования я обнаружил, что путешествие из страны в страну может стоить столько же, сколько проживание только в одной стране. Этот человек путешествовал из страны в страну в течение последних 12 лет. Его канал на YouTube называется Вагабон Таваки. А последние 4 года он путешествовал со своей девушкой из Малайзии. Она была фотомоделью в Малайзии, поэтому не была цифровым кочевником. Таким образом, некоторые мужчины встречают женщину во время своих путешествий, а затем путешествуют вместе. Он остается в одной стране примерно на 1-3 месяца, затем едет на автобусе в другую страну, и только когда нужно, то летит на самолете. Затем он покупает самый дешевый билет на самолет, который только может найти, и начинает процесс сначала. Это позволило этой паре объехать всю Юго-Восточную Азию, Южную Америку, Мексику, Центральную Америку и Восточную Европу. Его бюджет, включающий питание, проживание, транспорт и стоимость двух авиабилетов, составляет от 1 тысячи до 2 тысяч долларов в США в месяц. Он зарабатывает деньги в интернете. Дело в том, что есть много разных способов жить, разных способов наслаждаться жизнью, которые не стоят больших денег. Способы жить, о которых я не знал, и способы жить, о которых я думал, о которых не знают многие другие. Этого человека зовут Дэнни, и он король. У этого человека есть стиль. Он путешествует уже более 10 лет. Игроку приходится лгать и манипулировать. Плейбой должен быть только самим собой. Это женщина, с которой он начал путешествовать, и она из Украины. Это женщина, с которой он сейчас путешествует, и она из Китая. Это лишь некоторые, несколько женщин между ними. Таким образом, Дэнни может путешествовать один, но он никогда не бывает один. Посмотрите наверх. Посмотрите на название его видео. Она называется «Как подойти к девушке», работает каждый раз. Его канал называется «Дэнни получил мир», чтобы увидеть. Есть много других мужчин, которые делают то же самое, что и Дэнни. Разница в том, что большинство этих мужчин находит одну женщину для путешествия. Сколько лет Кайли и как долго вы вместе? Кайли скоро исполнится 25. О, ей скоро исполнится 26. Видишь, даже не знаю. Я думал, ей исполнится 25. В январе следующего года мне исполнилось 72 года. Вау, так мы получили. Я думаю, что разница в 46 лет. Ладно, как долго мы вместе? Правильно. Эээ, она пришла в 2019 году, когда она была еще ребенком. 23 года. Так что в апреле этого года будет 3 года, как мы вместе. Итак, Рэнди, одна из вещей в нашем последнем интервью в прошлом году. Я думаю, люди были действительно удивлены тем, как мало денег вы могли прожить на Филиппинах. Вы можете дать нам обновленную информацию о том, каков ваш бюджет сейчас. Мой текущий доход составляет 811 долларов США в месяц. Итак, ваш бюджет в прошлом году составлял 551 доллар США в месяц. Ваш чек в этом году, как вы сказали, на 811, верно? Верно, 811, что на несколько сотен ниже уровня бедности в Соединенных Штатах. Прямо сейчас, я думаю, уровень бедности 1007-3. Моя арендная плата сейчас составляет 5000 песо, то есть равно 100 долларов, 50 к одному. Моя вода ни на что не похожа. 300 песо или около того и мусор. Что другое? Ой, электрический. Этот кондиционер, вы видите этот кондиционер? Он работает на низком уровне и работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 31 день в месяц. Он никогда не выключается. Этот счет обошелся мне чуть меньше, чем 6000 песо. Чуть больше 100 долларов в месяц. Итак, мои первые 200 долларов или около того идут на оплату счетов. Ладно, теперь у меня 600. У меня осталось 600 долларов. Теперь все, что мне нужно сделать, это поесть. 16 долларов в день, это то, что я трачу на еду? О, 50 песо. Да, 10 долларов в месяц за интернет. Итак, Рэнди, ты счастлив? У меня нет слов, чтобы сказать вам, как я счастлив. Замечательно иметь такого партнера, как Кайли. Я очень счастлив. Дзиекуем из-за обеерзения. Проззи клик на чпрзычи из клубе АТА, за субскрибалач, за оставич комментарс и удостепничтеньфильм. У меня проблемы с речью, поэтому большинство моих видеороликов озвучены компьютером. Кроме того, трудно редактировать свой собственный голос. Для всех моих заграничных видов, большинство программ тумачка не является в 100% докладной. Поэтому прошу за вселкие бунды. И еще одно. Мам сейчас 10 каналов на YouTube, поэтому не могу ответить на комментарии. Абы отримать дармую копию моей музыки, weйти на мою строну интернетуру. Память, что моя музыка есть только тум музычным. В этой chwili моя музыка есть дармова, но если я буду начать платить за дополнительные услуги, то может быть может быть уставлено цену за побретание. Если хочешь узнать, как творить собственную музыку, то мы сможем найти свой канал на YouTube и послушать слова Gargeband. Творение собственной музыки есть латве. Я это сделал, а не умею играть на инструменте музычном. Если хочешь узнать, как творить фильм на другие языки, то перейдь на мой новый канал YouTube и послушайте слова Translate. Уча находятся в описании.